Меня зовут Ирина Сингерман, я член Президиума Ассоциации Трансперсональной Психологии, и я веду сертификационную программу по процессуально-ориентированному подходу Арнольда Мендела. Основное направление, с которым я соединилась в результате поиска себя в трансперсонале, до этого велохолотропное дыхание, другие дыхательные практики, но попав в процессуальный подход, я поняла, что это то, что мне больше всего интересно и близко, и там мне, наверное, вкуснее всего, я как-то осталась в этом, и сейчас это стало основным таким направлением, хотя все другие виды трансперсональной психологии тоже есть в Арсенале, просто сейчас не преподаю это как свое основное. И, наверное, то, что меня привело именно в процессуалку, это то, что одна из основ процессуального подхода – это работа со сновидениями, со сновидением, шаманизмом, квантовая физика, гуманистический подход. То есть это такое очень удачное сочетание древних знаний и современной науки, и это все происходит здесь и сейчас. То есть возможность попадания в глубинное, в трансперсональное состояние, осознавая себя человеком, то есть соединение и очень чего-то глубинного, и дневного в одном процессе как раз и дает возможность привнесения древних знаний в свою текущую жизнь. Ну вот такой вот микс оказался лично у меня самым, наверное, интересным. И обычно и чаще всего я на конференциях выступаю как раз со сновидениями, но вот в этот раз решила немножечко изменить свои традиции и выступать не про сновидения, а про работу с критикой. И решила это делать в связи с тем, что вот та сейчас ситуация, которая есть в пространстве, да, сны есть всегда абсолютно, да. Даже если кому-то из вас сны не снятся, значит, что их у вас нету, они есть, просто нету навыков с ними работать. И так же, как и сны, то критика есть тоже абсолютно всегда в пространстве. И вот учитывая то, что сейчас происходит в нашей стране, уровень критики, даже не только критики, а, наверное, таких очень сильных заявлений, которые могут восприниматься критически, которые могут менять ход всей истории, мне кажется, он сейчас очень сильно поднялся. И обычно у людей нету инструментов работы с такими мощными обвинениями, заявлениями. Они кажутся просто, ну вот, да, обезоруженными, когда идёт массовая какая-то критика, публичная критика, либо когда начинаются очень сильные изменения в жизни, может быть, внутренняя критика. И вот как раз вот на этом мастер-классе я хотела дать какие-то такие базовые методы, как с этим можно взаимодействовать. Обычно, если мы говорим, вот, да, у нас конференция посвящена мифам, то наиболее распространенный миф про критику, что критика — это что? Полезно. Это наезд. Да, критика — это плохо, совершенно верно было сказано. И когда вас критикуют, то что стоит делать, Артём, когда вас критикуют? Сейчас. Да? Когда вас критикуют, что стоит делать? Отрывать ручку двери, чтобы больше уже никто не вошёл, совершенно верно. Это способ работы с критикой. Нужно вот так поступить, да, с оппонентом, чтобы у него уже не было никаких шансов ещё раз на вас наехать и покритиковать. То есть обычно критика воспринимается как наезд и то, чего нужно защищаться. Тем не менее, критика может быть союзником, если понимать некую структуру и картографию, откуда критика возникает. И давайте, Человечка, расскажу вам про базовую теорию, которая есть в процессуальном подходе. Некоторые, которые я уже знаю, были у меня на семинарах, вы эту теорию знаете. Чуть-чуть вам повторение. Но большинство людей, как я вижу, они не были на семинарах, верно? И, наверное, немного что читали у Арнольда Мендена про процессуальный подход. Верно? Верно, да. Чтобы понимать, откуда вообще возникает критика, да, источники критики, я вам очень кратко, очень быстро дан теорию трёхуровней сознания, которая является базовой, чем бы мы ни работали. Депрессии, зависимости, телесные симптомы, хронические заболевания, лидерство, сны. Есть универсальная теория, которую предлагают Менден. Маркеры не рисуют совсем. Менден, будучи сначала по первому образованию квантовым физиком, потом юнгианским психоаналитиком, затем он учился и обучался у шаманов Австралии, и в итоге он соединил знания современной науки и древние представления о мироустройстве Вселенной. И он говорит, что условно наше сознание можно разделить на три уровня. Первый уровень, в котором мы с вами сейчас находимся, если вы в адекватном состоянии, не в изменённом, не в расширенном, не в трансперсиональном, первый уровень сознания он называет обусловленной реальностью. И обусловлена она полярностью. У нас есть состояние так и состояние не так. И что обычно делают люди, когда у них есть состояние не так? Они ходят на семинары, тренинги, конференции, читают новые книги, ищут новых преподавателей, гуру, шаманов и так далее. И пытаются из не так сделать так. У нас есть рождение, смерть, день, ночь, женщина, мужчина. У нас дуальная система восприятия реальности, субъектно-объектная. И обычно большинство людей, трансперсонологи всегда исключение с правилами, они считают, что нужно от не так прийти к так, и это так по возможности удержать. То есть у вас появилось то, что вы хотели. Здоровье, карьера, семья, любимый, любимая и так далее. Особенно на примере с любимым и с любимой проще всего понять, что у вас появился любимый муж, любимая жена, девушка или мужчина. И если какая-нибудь, сейчас постараюсь корректнее сказать, потому что у меня снимает камера, хорошая женщина хочет увести вашего любимого. Или какой-нибудь более успешный предприниматель начал ухаживать за вашей любимой. Что вы постараетесь сделать с вашим партнером по отношениям? Хорошая женщина, которая хочет увести это не так, надо сделать из нее плохую женщину, это будет так. По крайней мере вы постараетесь удержать вашего партнера в отношениях, потому что это ведь то, о чем вы мечтали. Это то, что вам больше всего нужно. И пытаясь это удержать, у вас возникнуть напряжение. И то, что еще недавно было так, прекрасные новые отношения, влюбленность, семья, работа, ребенок, еще что-то. Очень быстро из так это станет не так, то, что опять нужно чинить, спасать. И дальше вот такой постоянный круговорот. То есть та дневная реальность, в которой мы с вами находимся, она обусловлена полярностью. Она обусловлена дуальным восприятием, где есть хорошо и плохо. И обычно люди, особенно социальный бизнес, успешно ориентированы, стремятся к тому, чтобы все было хорошо, и максимально уйти от того, чтобы было плохо. Это обречено автоматически вот на такой вот круговорот страданий в жизни человека. И Минделл говорит, чтобы понимать, что с этим можно делать, нужно понять, откуда это возникает. Как возникает такая дуальность? Как возникает такая полярность? И так как трансперсональная психология, процессуальная, свои основы имеет в духовной практике, Минделл говорит, что в древних традициях считается, что именно вот нашу дуальную, жестко обусловленную реальность создает пространство, которое условно можно назвать сновидческим. Минделл это называет Dreamland. Страна сновидений, пространства снов. Dreamland – это те наши сновидения, наши мечты, которые есть и у нас индивидуально, и у человечества в целом. Я думаю, что все слышали про вещи сны. Как формируется пространство? Оно формируется из наших мечтаний. Вспомните фильмы, которые вы видели лет 15-20 назад, фантастические фильмы про будущее. Посмотрите на Москл Сити, который сейчас строится. Мой самый любимый вопрос. Кто создатель подводной лодки? Вы его все знаете. Да, в путешествии... Жюль Верна. До того, как возникла подводная лодка, Жюль Верн создал ее в своих мечтах и подарил ее человечеству. Самый быстрый способ перемещения между городами, странами и континентами – это самолеты. Сколько веков человечество мечтало и сновидело о том, чтобы появились крылья, и можно было летать. В шаманизме, который является одной из основ процессуального подхода, говорится, что если человек перестает мечтать, его душа, либо его дух умирает. Человечество живет мечтаниями. У баррегенов Австралии есть два времени. Одно – линейное, здесь у нас линейное время, от рождения к смерти. А есть объемное время – время сновидений. И шаманы Австралии говорят, что именно время сновидений, оно и создает нашу реальность. Именно из сновидения, из мечт людей индивидуальной, и вообще людей планеты, формируются наши будущие. И в этом пространстве сновидения тоже есть дуальность, но она уже не настолько сильно разнесена, как в обусловленной реальности. Если вы сейчас находитесь в трезвом, не здравой памяти, у вас сейчас нет ощущения, что вы и Ира Зингерман, это одно и то же. У вас есть ваши имена, ваши фамилии, ваша история жизни, и вы сейчас не равны мне. Но в сновидении сегодня ночью вы легко можете увидеть, что вы одновременно сидите в этом зале, и одновременно стоите у доски, и вы являетесь Ирой Зингерман. И это нормально. В сновидениях вы можете быть другого пола, другого возраста, в другой эпохе. В сновидениях намного больше свободы того, что нужно сделать. Например, в сновидениях не нужно пользоваться ручкой, чтобы закрыть дверь, либо оказаться в другую сторону комнаты. Вы просто там оказываетесь. То есть в сновидении всё намного более открыто и соединено. И, как правило, то, чем занимается психология, психология занимается вторым уровнем реальности, сновидческим. И то, почему процессуальная психология является духовно ориентированной психологией, потому что она может ходить ещё глубже. Минделл говорит, а что создаёт сновидение? Где тот источник, откуда приходят наши ночные сновидения? Где тот источник, откуда приходят наши мечтания? И он говорит про третий уровень реальности, который условно можно называть недуальным изначальным состоянием сознания. То, что находится за пределами рождения и смерти, то, что никогда не умирало, никогда не было рождено, это дао, которое невозможно выразить словами, потому что если мы что-то выражаем словами, есть тот, кто выражает, и то, что он выражает. Это уже дуальное состояние. В сущностном, в изначальном состоянии этой дуальности нет. Это не какая-то бурда, где всё совмещено, да? А это то, да, что одновременно присутствует, как и пустота, и одновременно движение. Откликается. Знакомо. Ну, у нас тут свои игры в бисерках. Понятно. Ближе к вечеру. Как об этом? Так зачем всё это нужно для работы с критикой? Когда вы слышите какую-то критику, например, внешнюю, внешнюю критику, можно ещё слышать внутреннюю критику, своего собственного критика, вы находитесь на первом уровне реальности, здесь, где есть ум. Ум на первом уровне реальности, вы, да, воспринимаете это умом. Вас кто-то критикует, вам кто-то делает неприятно. Верно? Неприятно. Это мысли или это чувства? Это совершенно верно чувства. И второй уровень реальности, да, это как раз будет про чувства, про становический уровень. И что происходит, когда вы слышите какую-то критику? Вот, например, есть... Это ещё какой-то. Есть вы. Например, да? И есть кто, да? Кто вас? Да, начал в чём-то критиковать. Вспомните, про что у вас критиковали. Вот, что-то, да? Кто-нибудь может вслух озвучить? Ну, какая-то внешняя критика. Что вам говорили неприятного? Ты робот. Ты робот. Ты робот. Ещё. Ты не слышишь себя. Меня такое говорят. Ты не слышишь себя. Ты, грубо говоря, глухая. Да. Ты закрытая. Ещё. Ты делаешь не так. Как надо было бы делать. Так, ещё. Опаздываешь. Ты не пунктуальная. Что-нибудь ещё вспоминается? Живёшь в реальной жизни. Ты живёшь другой жизнью. То есть, казалось бы, человек критикует какое-то ваше поведение на уровне обусловленной реальности. Тем не менее, если вы пройдёте немножечко глубже и постараетесь почувствовать, что стоит за словами такой критики. Вот теперь все, кто говорил, попробуйте почувствовать, какие будут чувства у того, кто вас критикует. Например, ты как робот, да? Что за этим стоит? Какое послание? Я хочу, чтобы ты стала живая. Но не хочется этого видеть. То есть, это то, чего не хватает этому человеку. Верно? Ты живёшь... Тому, кто говорит, этому на самом деле не хватает, или нет? Идёт диалог на уровне ума, но на самом-то деле критикующий проявляет свои чувства и обращается к вашим чувствам. То есть, критика, да, она находится на первом уровне реальности, но на самом-то деле она идёт из новического уровня. И если мы говорим про трансперсональный, про процессуальный подход в работе с критикой, то очень важно, первое, да, это осознать, какие чувства есть у того, да, кто сейчас к вам обращается. И скорее всего, это будет какая-то подсказка и помощь в том, где вы однополярны. Когда возникает критика, вы в чём-то сильно застряли, либо вы стали авторитарным лидером, либо вы в самом деле не соотносите себя с пространством, вы себя очень сильно отделили. И, как правило, критика – это то, что пытается вас гармонизировать. Но это делается очень экстремальным образом, да, таким, чтобы прям, как там, молотком по голове. Поэтому, если мы говорим про внешнюю критику, то попробуйте найти, вот это очень важная техника в процессуальном подходе, хотя бы 1% правды, с которым вы можете согласиться. Его абсолютно всегда можно найти, хотя бы 1% правды, потому что если вы посмотрите вот на эту схему, да, что всё имеет один источник, и что на самом деле тот, кто вас критикует, это может быть какая-то кошмарная часть вашего сновидения, а на более глубинном уровне – это вы сами. То это вы сами, которые расстраиваетесь какой-то частью себя. Вот здесь на уровне сновидения, да, это может быть какой-то персонаж, который вас на что-то ругает, на уровне обусловленной реальности – это будет реальный человек, а на сущностном уровне – это вы сами. Это ваша собственная энергия, которая таким экстремальным способом пытается на что-то обратить ваше внимание. Поэтому, когда вы слышите критику, первый вопрос к себе в том, что меня критикуют, есть ли хотя бы 1% правды. И если он есть, то на уровне обусловленной реальности согласитесь с этим. Так это можно делать очень честно, очень конкурентно, чтобы это не стало манипуляцией. Если вы абсолютно честно, пока вот вас критикуют, можете сказать, что да, ты в этом прав, либо ты в этом права, уровень критики сразу снизится. Но это нужно делать очень-очень честно. Да, вот те, кто сейчас озвучивал то, в чем вас критиковали, вы хотя бы на 1% можете согласиться? На 100%. И теперь представьте, что вы бы это привнесли, да, привнесли на какой-то количестве процентов в тот разговор. Вы бы сказали бы вашему оппоненту, что да, вот либо на 100%, либо на 1%, на 3%, на 5%, да, ты прав, либо ты права. Что бы случилось на обусловленном уровне, да, с вашим конфликтом? Если бы вы не защищались, да, если бы вы не вступали бы в борьбу, а честно услышали бы, да, где та часть правды, в чем вас критикуют. Потому что если вас критикуют, вы уже стали однополярны. Критика не возникает там, где есть гармония. И вот это привнесение на уровень обусловленной реальности может быть первым шагом в работе с критикой. Следующий шаг, это как при работе со сновидениями. Сейчас, одну секундочку, придержите, пожалуйста, ваш вопрос. Следующий шаг, это как при работе со сновидениями, что любая часть сна – это вы сами. Что бы вам не снилось, исходя из этой схемы, так как есть один источник, любая часть сновидения, будь то Фредди Крюгер, президент, Господь Бог, дьявол, демон, преподаватель в кафедре трансперсональной психологии, кто угодно, да, это одна из ваших частей. Поэтому, чтобы понять другую часть, стоит поменяться ролями и почувствовать себя этой частью. А вот теперь представьте, что вы меняетесь ролями и ощущаете себя тем человеком, который вас критиковал. Поднимите, пожалуйста, перед собой руку, вот протяните руку. Вспомните какого-то критикующего вас товарища, подругу, друга, да, и движением руки покажите энергию этого критика. Вот прикройте глаза и станьте вот тем человеком, который вас критиковал, отцом, матерью. Как через движение руки можно показать энергию того, кто вас в чем-то критиковал? Проживите сейчас через это, вот доверьтесь руке, да, и как будто бы вот то, то, что вы ощущаете внутри себя, как этого человека, проявите через движение. И осознавайте, какие чувства появляются, какие чувства, когда вы так движете рукой. Будьте более творческими, более смелыми. И теперь продолжаю двигать так рукой, спросите себя. Это та энергия, которая есть внутри вас, и вы ее не замечаете, не принимаете, хотите ее игнорировать, и это часть вас, нелюбимая часть у вас, или наоборот, это энергия, которой вам не хватает. То есть, скорее всего, есть два варианта. Либо это вы сами, и это нелюбимая, непринимаемая ваша часть. Либо это энергия, которой вам не хватает, и с которой, возможно, у вас нет ресурсов, как справиться. Сразу пошла энергия, сразу стало жарко. Давайте так, у кого есть, кто прочувствовал, да, что это та энергия, которая вам не хватает, поднимите, пожалуйста, руки. Кому ее не хватает, а кто не хочет ее в себе признавать, и это некомфортно. То есть, второй шаг при работе с критикой, чтобы критика стала союзником, это пока вы находитесь, да, вот в этом конфликте, то, чему мы обучаем на семинарах во время такой работы с критикой, это такой мета-навык, чтобы вы сразу проживали энергию того, кто вас критикует. И если вы чувствуете, да, что тот напор, может быть, да, та страсть, с которой вас критикуют, это именно то, чего вам не хватает в жизни, то вполне возможно, что на обусловленном уровне, да, вы слышите, да, вы слышите, что вам говорят, что, например, ты живешь не так, на обусловленном уровне, а на уровне сновидения, там, где есть чувство, да, Dreamland, на самом-то деле идёт посыл про то, что почувствуй ту энергию, да, от которой ты на самом деле отворачиваешься. То есть на уровне Dreamland всё может быть перевёрнуто, такая Алиса в стране чудес, такое некое зазеркалье. И если здесь мы можем работать через принятие какого-то процента правды и привнесение этого сразу в разговор и в речь, то на уровне сновидческой реальности можно почувствовать энергию оппонента, который вас критикует, и тогда совершенно по-другому, да, продолжать разговор с этой критикой. Может быть, вы стали, на самом деле, очень жёсткими, и вы травмируете человека, либо, наоборот, вы слишком мягкие, да, и вам не хватает тогда той жёсткости, с которой на вас, возможно, нападают. То есть энергия того, кто вас критикует, это именно та часть, которой вы недостаточно осознанно взаимодействуете внутри себя. И второй шаг при работе с критикой может быть именно проживание энергии критика. И тогда тоже сразу меняет весь ход конфликта. Следующий момент... Да, прошу прощения, тут могу поставить небольшую паузу. Вопрос был. Вопрос такой, что если есть человек, который в принципе привык критиковать, при общении с ним он критикует других людей, там, политику, вот это ты, то есть тем самым он что, гармонизирует пространство? Если вы сейчас почувствуете себя этим человеком, и покритикуете всё, других людей, политику, то что вы почувствуете, что для вас стоит за словами, когда в этот человек, который вот так вот, да, ругает, критикует всё, что есть внутри, какое у вас внутри состояние при этом? Глубинная или поверхностная? Глубинная. Наверное, любовь. Я думаю, что навряд этот человек имеет доступ к такой глубине, что из любви притекует всё. Если более поверхностная, то непринятие, да, непринятие себя, там, конфликт, неприязнь. Закройте, пожалуйста. Скорее запрос, наверное, на гармонизацию себя, чрезмерная критика. То есть я, отрицая это вовне, ещё больше отрицаю это в себе, правильно? Я нужна этого человека, нам хочется просто предположить, да, в частности, поправьте, попадаю я или нет, что если я такой человек, который будет критиковать, да, и политику, и всё, 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 во-первых, мне внутри некомфортно, я расстроен, у меня там прям буквально что-то такое вот дребезжит внутри, да, и на самом деле я почему-то очень сильно разочарован. Тогда, когда я критикую всё, что всё, что не так, на самом деле это запрос о помощи, потому что мне внутри настолько плохо, да, и я не могу внутри себя сделать правильно, чтобы мне стало хорошо. И если во время такой критики, да, вот когда вас человек критикует, вы, находя один процент правды, с чем вы можете с ним согласиться, да, ему уже станет мягче, когда я скажу, да, ты знаешь, действительно, вот я с тобой готова согласиться, что вот в этом аспекте, да, в политике сейчас происходит полное безобразие. И вот в этом аспекте, да, с образованием в России, действительно, или люди стали сейчас, да, менее улыбчивыми и там, и более хмурыми, ты в этом прав. И посмотреть, какая будет обратная реакция. Скажите, вот, ему чуть-чуть станет легче этому человеку. А потом спросить его, да, а что ты чувствуешь, когда ты так все критикуешь? Там очень много раздражения. И если мы обращаемся не на уровне ума к такому человеку, а мы идем к его чувствам, тогда вполне возможно, что критика – это некая такая дверка в его внутренний процесс, да, и тем самым он просит о помощи. Только он не может это сделать вербально и осознанно. То есть если вы проживаете энергию и состояние критикующего, вы получаете доступ к тому, с чем человек, как правило, не имеет осознанного контакта. То есть чувственный подход, да, и проживание. Так, на самом деле, вот, древняя шаманская техника, да, как шаманы, на самом деле, начинают, да, работать с пространством. К ним приходят клиенты, пока рассказывают, там, да, про мужа, про жену, про ребенка. Шаман вживается в этого мужа, в жену, в ребенка и ощущает себя этим человеком изнутри. И он может проходить более на глубокие уровни, чем реальные люди, которые не имеют таких навыков работы. Следующий этап работы с критикой, если мы говорим про внешнюю критику, она относится больше к тем, кто является какими-то лидерами, потому что, если вы какой-то лидер, который вот имеет публичные выступления, то критика будет сто процентов. Не может быть так, да, чтобы вы выступали постоянно перед публикой, и вас никто не критиковал. Почему? Потому что на уровне обусловленной реальности мы здесь люди, а на уровне сновидческой, из которой происходит обусловленная реальность, есть роли. Либо, как говорили бы в шаманизме, есть духи. Учитель, критик, диктатор, мать. Это что-то, что принадлежит одному человеку. Это некая роль, которая существует, вне зависимости от того, живы вы или умерли. Это некая роль, которая есть много-много веков в истории человечества. И эти роли, они не локальны, они могут переходить от одного человека к другому. И если вы понимаете, что сейчас вы здесь сидите, как люди, на уровне обусловленной реальности, то на уровне сновидческой реальности, прямо сейчас, здесь, в этом пространстве, есть некие роли. Например, роль преподавателя, роль студента, студентов. Можно сказать, что здесь есть некая роль администрации института, с которой вы можете сталкиваться. Есть роль вообще психологии и трансперсональной психологии. Это так называемые такие приятные роли. А есть, так называемые, роли призраки, либо роли трикстеры, с которыми некомфортно иметь дело. Так вот, критик – это такая теневая роль, которая абсолютно всегда будет в любом сообществе. Если вот уже появилось больше двух-трех человек, то, скорее всего, через какое-то время возникнет такая критика. Потому что в любом сообществе обязательно появится лидер, если есть какое-то сообщество, то рано или поздно в нем кто-то станет лидером. И лидер, да, он обладает некой властью. Это то, что приятно на самом деле на себя одеть, с чем приятно отождествляться. И если вы залипаете в этом, если у вас нету понимания, что лидер – это переходящая роль, лидер – это не то, что принадлежит вам 24 часа в сутки. Если вы будете пытаться удержать роль лидера, авторитарно удержать, то очень скоро появится роль критика. То, что критик – это то, что уравновешивает пространство. И чем более вы, либо кто-то, авторитарный лидер, тем более скрытая, либо опасная критика может быть в таком сообществе. Если авторитарный лидер не дает возможности проявляться какой-то критике, эта критика станет непрямая. И непрямая критика, как правило, травмирует и ранит намного сильнее, чем прямая. Те спледни, которые происходят в курилках, а в курилках обычно самые основные спледни, то, что говорится за спиной такого лидера, когда он проходит, и критикующим казалось бы, что он не слышит. Непрямая критика, она, как правило, очень опасна. И если вы хотите быть открытыми, такими лидерами, то умение слышать критику и давать ей место может говорить о вашем, так называемой, глубинной демократии. Это такой термин, который есть в процессуальном подходе. Глубинная демократия, когда вы стараетесь услышать слабые части в том пространстве, в той группе, где вы находитесь. И именно умение слышать такие более слабые части, и уважительно к ним относиться, это и делает из критика союзника. Представьте, что бы сейчас было бы в нашем государстве, если бы власти позволили бы себя открыто критиковать и отвечали бы на эту критику. Так, на секундочку, представьте. Что бы это у нас была за страна? Даже, что, представьте, страшно? Такая тишина. А вот почему не получается? Потому что, если бы даже в одной какой-то отдельной стране такое было бы возможно, это бы изменило всю атмосферу вообще во всем мире. в какой-то отдельно взятой крупной стране была бы, возможно, глубинная демократия, где слышат слабые роли, где дают им голос и привносят это в то, как управлять страной, то термин из квантовой физики, что пространство не локально, а стало бы реальностью. Пространство не локально, оно не ограничено этими стенами. И роли, как и критика, так и лидера, могут переходить от одного человека к другому. И следующий очень важный метанавык при работе с критикой это чувствовать и осознавать, когда роль критика в вас вошла, когда вы себя почувствовали критиком, а когда эта роль из вас вышла, и это уже не ваша роль. Осознавать, какие роли сейчас выходят на первое место в вашем внутреннем театре. И с какой роли вы сейчас живете. И вот как раз критика и возникает тогда, когда вы обычно застреваете в какой-то роли. С точки зрения процессуального подхода, сейчас можно опять перебернуть листик, именно сновидческий уровень. И сновидческий уровень существуют разные роли и формирует обусловленный уровень реальности. И вот то, что прекрасно умеют делать детки, то, что показал Минделл на работе с одним из конфликтов, когда у нас там была международная работа, и международные тренеры очень были недовольны российскими, и говорят, что они не имеют права преподавать процессуальный подход, пока у них нет окончательных международных сертификатов. А мы уже к тому моменту все это прекрасно все вели. Минделл сказала потрясающую фразу, что процессуальный подход никому не принадлежит, процессуальный ум не принадлежит кому-то. Будьте как дети. Сейчас ребенок в одном состоянии, он плачет, а через пять минут он смеется, он веселый. Дети умеют быстро менять роли. Взрослые, они застревают в какой-то роли и становятся залипшими в этой роли. Так вот, критика это то, что всегда старается сгромонизировать пространство, сгромонизировать тоже таким достаточно экстремальным путем, потому что у нас нету культуры критики. И здесь опять-таки мы возвращаемся к теме публичной критики, она такая совершенно разрушительная, то когда вы лидер и вас публично кто-то критикует, то если вы нашлись, да, как признать один процент правды, как почувствовать энергию критика, и понять, сейчас, каким образом это гармонизирует, это хорошо. Но бывает так, что вы уже были бы там успешный тренер, или вы там постоянно выступаете, да, у вас большой опыт публичных выступлений. И вдруг пришла какая-нибудь там бабулечка, дедулечка, какой-нибудь там, не знаю, там, мужичок, какой-нибудь такой несимпатичный, либо какая-нибудь там тетенька такая, совсем просто, ну, казалось бы, сейчас продавала, вы там яблоки где-нибудь там на рынке, да, что она делает у вас на семинаре, либо на конференции, то есть, казалось бы, вот, ну, вы звезда, там, да, тут какой-то непонятный человек зашёл, и он вас критикует, а вы оказываетесь расстрелянными на месте, то есть вы вообще, да, вот, просто, при всём вашем опыте, вот так вот, 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 набираете воздуха в рот и не понимаете, что сказать, да, и потом идёте там, едете домой и думаете, блин, нужно было так ответить, нужно было сяк ответить, да, я же вот это могла сказать, либо я это мог там ответить, и два-три дня после такого вот какой-то такой незначительной критики, при том, что вы там уже проработаны и всякое такое, да, у вас вот в голове это крутится. Это означает, что вам попали в личную историю, что да, вы научились на уровне ума находить на процент правды, вы наработали метанавык, проживание энергии критики, но а у вас есть какая-то личная история из вашего детства, подросткового, там, прошлого, где вас критиковали, скорее всего, критиковали публично, и вы, будучи либо ребёнком, либо подростком, вы не нашли, что ответить, и у вас были очень кругосрочные, неприятные переживания и состояния. И, при том, что вы уже вроде бы проработанный, там, психолог, психотерапевт, практик, там, чего-то угодно, да, вы опять бессознательно попали в ту ситуацию, потому что это бабушка, дедушка, тётенька, дяденька по каким-то двойственным признакам, да, совершенно про это не собираясь, да, не думая про это специально, они похожи каким-то образом на тех людей, которые вас критиковали в прошлом, и тогда вы не могли ничего ответить. Тон голоса, выражение глаз, укладка волос, какая-то одежда. На бессознательном уровне вы увидели сигнал, ведущий их с раннего детства либо подросткового возраста, где вы были расстреляны на месте, и вы автоматически вы влипаете, да, в тот травмирующий детский опыт, и ничего не можете сказать. Поэтому то, чем мы занимаемся, в том числе на семинаре по работе с критикой, мы нарабатываем метаналог, вспоминая случай, когда вас расстреливали на месте, когда вы ничего не могли ответить. Это состояние переносится в прошлое, где вы вспоминаете похожие ситуации, и очень важно именно из детского состояния, когда вы маленький мальчик, маленькая девочка, подросток, найти для вас единственно верный способ ответить на такую критику в прошлом, каким-то, именно для вас верным способом, любым, и потом с той же энергией, да, прожить, проиграть, что вы отвечаете такому человеку уже из взрослого состояния. Если сделать таких 2-3 работы, то даже если, вдруг, да, невозможно себя полностью проработать, проработать все своей истории ситуации, если у вас случается критика, когда вы чувствуете, что вы начинаете проглактывать воздух, когда вас критикуют, и вы не можете найти, что ответить, в вашем теле уже есть опыт, что это точно, критика попала в вашу детскую историю, и что, казалось бы, сейчас критикуют вас, да, а мы смотрим на природу, и вас критикуют на природу, да, сейчас, где вы взрослые, на самом деле это относится к вам маленьким, то есть до сих пор какая-то ваша маленькая часть находится травмированной и зажатой, и это попытка вселенной, которая, да, является вашим собственным состоянием, сгармонизировать, да, и вывести вас из той, да, детской травмы либо детской ситуации, поэтому признак того, что вот вам не хватает воздуха, вы не знаете, что сказать, да, это сразу же идет осознание, что, скорее всего, сейчас переданная мама, папа, там, воспитательница детского сада, да, и уже спокойнее, спокойнее можно работать с такой критикой. Итак, если мы говорим про внешнюю критику, то публичная критика, еще раз, да, она, как правило, вас пытается сгармонизировать, потому что вы однополярные, это связано, возможно, с вашей, да, детской историей, и критика может быть союзником. Если вы не пытаетесь удержать роль, роль лидера, понимаю, что роль лидера, это не только то, что принадлежит вам, на какой-то момент эта роль лидера может перейти от вас к кому-то, например, в группе. Если вы это не пытаетесь удержать и слышите, да, то, в чем вас критикуют, да, не нужно соглашаться абсолютно со всем, но услышать какое-то зерно и привнести это в общение, это то, что может из критики сделать то, что, как бы, ну, даст более живое общение с аудиторией. Теперь, если мы идем к вашей внутренней критике, да, это то, что есть абсолютно у всех, потому что, ну, не все могут быть там выступающими, и публичными людьми, но внутренняя критика есть абсолютно у каждого. Что обычно говорит ваш внутренний критик? Вспомните, пожалуйста. Женщина смеется. Что говорит ваш внутренний критик? Ты слабая, у тебя ничего не получится. Еще. Ты ленивая. Ты ленивая, ты ленивая. Так, еще. Ты некрасивая, ты толстая, у тебя лишний вес, у тебя морщинки, ты независимо умная, ты не соответствуешь. Еще очень мягкий салат. А теперь дайте мне чуть-чуть побольше времени, если бы вы не старались бы отмахнуться от этих слов, а послушали бы, каким голосом говорит ваш критик. Чьим голосом? Чьим, каким? Я сейчас на секундочку, на полминуты помолчу. Усильте диалог, послушайте голос вашего критика. на чей голос это похоже? Кто бы, скорее всего, говорил такие слова? мать, отец, муж, жена, но там свой голос тоже есть. Вы сами послушайте побольше. а теперь согласитесь хотя бы на один процент правды с тем, что говорит ваш внутренний критик. а теперь попробуйте себя им почувствовать. Прикройте глаза и поминайтесь ролями. Станьте таким критиком. Как вы себя почувствуете? Посмотрите на себя из роли этого критика. Матери, отца, себя самого и почувствуйте, какое у вас отношение к тому, кого вы сейчас критикуете. Если вы мать, которая критикует свою дочь, отец, который критикует своего сына, или вы сами, что вы чувствуете к тому человеку, которого вы сейчас критикуете? мать, что хотите убить, растоптать, унизить того, кого вы критикуете? там есть и самоутверждение, но есть и любовь. И вы на самом деле таким способом заботитесь об этом человеке. А теперь, если вы нашли какой-то процент заботы, как вы могли бы из этой заботы что-то сказать, поддержать, предложить тому, кого вы только что критиковали. Услышьте другие фразы, которые вы могли бы говорить тому, кого вы только что критиковали, соединяясь с чувством заботы и желанием поддержать, помочь, направить в более скажем так, сильное русло жизни. И снова поменяйтесь ролями тела, вдох-выдох, вернитесь в свое тело, почувствуйте себя в своем теле и опять посмотрите на этого критика. Насколько сейчас процентов вы готовы с ним согласиться? Что вы сейчас чувствуете? И готовы ли вы последовать его совету и предложениям, либо у вас на это нет ресурсов? Если вы готовы согласиться, это один вариант, и тогда критик становится союзником, а если вы согласны, но вы не можете этого сделать прямо сейчас, то какие шаги вам необходимо сделать, кому обратиться за помощью, какие найти инструменты для решения тех проблем, от которых вы отмахивались, изменить, если вы понимаете, что вам не хватает ресурсов для того, чтобы изменить, что вам предлагает роль критика. Например, если критикам говорил, что вы ленивый либо ленивая, может быть у вас есть край, то есть неготовность признаться, что на самом деле вам нужно больше отдыха, вы себя загнали, вы не позволяете себе отдохнуть, потому что есть страх, что вы не успеете всего достичь в жизни. А если мотивация любая, критика или тогда найти тот процент правды, чтобы отстоять свою позицию, вы чувствуете еще большую силу в том, что то, что вы выбираете в жизни, это именно ваш путь. Поднимите сейчас руки и погусь в этой небольшой внутренней работе получилось развернуть энергию критиков союзника. А у кого не получилось? Окей. что не получилось? Там мотивация и самовызрождение. Можете немножечко развернуть, что говорит вам критик? Он говорит о том, что я не способна, не соответствую и ну, грубо говоря, он ставит на мне крест, как на профессионале. это что за человек в вашей реальной жизни? Это был мужчина, с которым были взаимоотношения и личные, и рабочие. И он говорил, что вы не способны. И что он говорил? Что я не умею, что я не предназначена для этого? Вот такой же. То есть ты не умеешь, ты не предназначена, тебе не хватает способностей для этого? Да, грубо говоря, ты не профессионал, и тебе это не дано. Ты не профессионал, тебе этого не дано. Когда вы себя чувствуете этим мужчиной, вас как зовут? Рита. Когда вы себя чувствуете этим мужчиной, который такое говорит Рите, закройте глазки, почувствуйте себя этим мужчиной, поменяйте позу больше. Как бы сейчас сидел этот мужчина? У вас есть Риты и рабочие, личные отношения. Что вы чувствуете, когда вы говорите Рите, что она профессионала спорта? А, по сути, я поняла, это первое, что вы рассказывали, простите, что я так быстро, это когда тебе возвращается вот то, что вы говорили, когда резонирует, да, то, что доминирование, которого не хватало, это профессиональное доминирование, жесткое, которого не хватало в личном общении, и поскольку оно было невозможно в этой сфере его проявить, она гипертрофировалась и проявилась в такой форме, в сфере рабочей. Спасибо. Я не думала, что с собой, но главное, Рита поняла. В чем сейчас был основной момент, что у нее так быстро возникло. Рита почувствовала себя этим человеком. Особенность процессуального подхода, с чем бы мы ни работали, мы идем через чувства. Есть очень много ума, рацию на обусловленном уровне, большинство людей страдает от своего ума, такое горе от ума, и как правило, мы не обучены следовать за чувствами. Процессуальный подход, если говорить одной фразой, это умение следовать путем природы, умение соединяться с чувствами и идти за ними. И когда вы себя ощущаете будь то внешне, будь то внутренне критиком, очень быстро то, в чем вас критикуют, может стать вашим ресурсом и вашим союзником, если вы чувственно к этому подходите. Анют, что не получилось? если готовы поделиться. Я почувствовала соперничество. Соперничество одно, когда я стала критиком, соперничество и очень сильную неуверенность. Если ты бы привнесла это в диалог с тим критиком, сказала, слушай, ты знаешь, то, что ты не критикуешь, это да, но я сейчас чувствую, что мы с тобой в чем-то начинаем конкурировать и соперничать. Ты бы признала бы это, что было это детско-родительские отношения с мамой и у меня, я не знаю, как бы это было для нее проявление таких вещей. Поэтому как раз когда я подумала о том, чтобы это проявить, я не захотела делать боль на маме. И все, здесь я встала. Мам, ты знаешь, я тебе хочу сказать одну вещь, она не очень тебе непросто сказать. Когда я хочу тебе ее сказать, это потому что я очень хочу, чтобы наши с тобой отношения стали еще более теплыми, доверительными и любящими. Мамочка дорогая, мне кажется, что может быть совершенно не специально мы с тобой в чем-то соперничаем. с тобой нет. Да, но просто есть момент того, когда человек готов услышать, а есть момент, когда человек начинает просто отстаивать. То есть есть свое понимание видения, и он не готов это как-то посмотреть с другой стороны, и начинается жесткое отстаивание, что приносит внутреннюю боль и одному, и второму. И то же самое ты делаешь когда начнет к своей маме. Да. Сдавишь свое. Возможно. Где ты готова открыться и ты готова открыться и сдаться. Третий пошел. Где ты готова сдаться. Да, это открытость, признание и трансляция, то есть проговор о своих чувствах, что она мама, я не хочу с ней соперничать, я ее просто люблю, потому что она маленькая. Да. Да. И вот это, да, это прям все шквал так. Один из метанавыков в процессуальном подходе работы с критикой это ваша тотальная открытость. Тотальная открытость другим энергиям и готовность сдавать свои позиции либо их менять. Если вы понимаете, что критика это только роль, которая сейчас проявилась в поле и есть еще что-то, что создает эту роль, и вы проходите к уровню создателя этой критики, это всегда будет какая-то мудрость, которая вам сейчас, не хватает, которые вы не имели до этой критики контакта. И через критику сейчас вы можете пройти в ту более мудрую часть, которая таким экстремальным способом проявляется в вашем поле. Какие выводы напрашиваются ситуации, когда претензии критикам в итоге упираются в разочарование или понимание, что ситуацию действительно реально еще сделать нельзя, и запрос превышает возможности. А можете чуть-чуть конкретнее привести слова критика? Слова критика тоже, не важно какая тема, это может быть любая сеть, если критика претензии как-то предъявляет, ты там такой-то, такой-то и такой-то разгильдяй просто говоря. И понимание приходит, что слишком большие запросы и требования, что реально нельзя требовать не получится, это разочарование какое-то, что все равно ничего не выйдет из этого разгильдяя. То есть когда мы встаем на позицию самого критика, вот это понимание приходит. И тогда же, если приходит это понимание, что для вас меняется с этим пониманием в отношениях с этим человеком. Для вас что меняется через это понимание? у критика пропадает интерес и дальнейшее то есть проблема не решена остается? Чтобы я могла как-то конкретнее отвечать, а не абстрактно, мне хотелось бы услышать конкретнее больше кто это и кого он критикует, это возможно, чтобы я могла развернуть эту ситуацию. претензия на маленькую работоспособность на низкую работоспособность. Это предъявляете вы претензию или это вам предъявляют претензию? Если мы разделяем на себя, грубо говоря, если я себе вы меняюсь ролями с критиком... Стоп-стоп-стоп, медленнее. У вас внутри, в вашем пространстве есть вы сами, которые себя же критикуют, что вы мало работаете либо низкая работоспособность. Низкая работоспособность. Окей. как вас зовут? Татьяна. Если я сейчас Татьяна, пожалуйста, покритикуйте меня про мою низкую работоспособность. Поменяйте сейчас позу, как бы вам было комфортно меня критиковать. Я Татьяна. Пора уже делом заняться сколько можно, да, сколько можно просто прожигать время. Вы сейчас так улыбаетесь. Вам сейчас, по-моему, очень приятно критиковать меня, верно? Продолжайте. Я просто обращаю... С отражением это должно быть сделано. Должно быть. А почему-то получается с улыбкой. Татьяна, Татьяна, все хорошо. Татьяна, все замечательно. Если хотите, можно вас камер отвернуть, чтобы вас не смущать. Покритикуйте еще меня, обращая внимание на... Когда вы входите в роль сейчас критика, обращайте внимание на чувства. Покритикуйте меня еще, пожалуйста. Татьяна, про мою низкую работоспособность. Еще что-то скажите, три-четыре-пять фраз. Время проходит даром, а ты ходишь с угловом, можешь себя заставить сесть, сработать. Еще что-нибудь? Соединяясь с чувством, при том, как вы себя чувствуете этой ролью. Я заскочила, вот нотка раздражения. Так, на что вы раздражаетесь? На вот эту неспособность концентрироваться. На самом деле, вы сейчас слышите, что вы обо мне заботитесь? Что я зря прожигаю свою жизнь, что я зря трачу время. Время. Возможность сконцентрироваться. Но я, когда, это не забота, это понимание, что невозможно требовать больше, что действительно нужен отдых, что есть ограниченная возможность затраты. Сейчас сложность в том, что есть текст, который вы говорите, а есть те чувства, которые стоят за вашим текстом. Досады. Давайте медленнее, еще раз, простите, пожалуйста, что я вас так в роль. Еще раз, из роли критика. Еще раз, покритикуйте меня с двойным вниманием. Осознавайте, что вы... Не попадает желание притиковать. А что хочется сказать тогда? Мне, как Татьяне. Девочка, иди отдохни. Или что? Если вы соединяетесь с чувствами, еще раз, вы в роли критика, вот удерживайте, да? Хочется сказать фразу «Да бесполезно». Поэтому, если бесполезно это все, то что? Я сейчас предположу, что если вы сейчас пошли больше в чувства, вот это «Да бесполезно все», вы бы как критика почувствовали в расслабление и пошли бы в расслабление, это именно то, что, скорее всего, вы на обусловленном уровне, как Татьяна, себе не так часто позволяете. То есть, можно сказать, процессуальным языком, что есть край между дневным стилем жизни и тем расслаблением, которое очень необходимо, но которое по каким-то причинам вы себе не позволяете более осознанно, продолжая себя удерживать в каких-то напряженных состояниях. Если сейчас больше прочувствовать состояние и роль критика, там будет забота и послание, что на самом деле так необходимо именно Татьяне. просто очень сложно обменяться ролями самими самыми. Да, поэтому процессуальная программа занимает почти что два с половиной три года обучения. И самое трудное, вот тут есть студенты, которые уже были на этой программе, они смеются, потому что они это проходили, самое трудное это осознавать второй уровень становический и уметь следовать за своими чувствами, какие бы они ни были. Потому что как правило у нас есть октябры края на то, чтобы идти к себе более существенно. Тут нету ума, тут есть состояние сознания, которое вы можете прочувствовать и прожить. Тут нечем думать, тут ума нету. Обычные люди находятся на уровне ума и пытаются умом решить все проблемы. Это именно обучение следования за процессом, какой бы он ни был, даже за процессом критики. Это некая дверка к себе сущностную. Не важно через что мы заходим. Если мы становимся этим критиком и ощущаем его энергию, через этого критика идем к тому состоянию, которое он нам предлагает, как правило мы ведем именно к тому ресурсу, который нам нужен больше всего. то следуя за расслаблением я делала этот процесс можно прийти к тому, что это бесполезно, я все это отпускаю, я с этим расслабляюсь и проживая это расслабление, возможно, я бы растворилась, стала бы просто пространством, легким воздухом, прозрачным, чистым небом, подышала, подвигалась бы, позвучала бы как это небо, какое там будет состояние, какой там будет ресурс, и из этого более глубинного состояния, например, состояния неба, я бы смотрела бы на свою текущую жизнь, как из состояния этого открытого, безграничного и легкого, прозрачного неба мне бы виделась моя жизнь, и какие бы советы, какая бы мудрость, какое бы осознавание по какие-то текущие свои дневные ситуации я бы видела из этого прозрачного, легкого, безграничного состояния. В процессе подходит это называется получить доступ ко вторичному процессу, более сущностному и привнести его в свою жизнь. Таким образом, критика это некая дверка по внутренние пространства, где есть все ресурсы, которые вам нужны. и умение следовать за процессом критики, какой бы он ни был, как раз даст именно то, что больше всего должно. Есть ли еще какие-то вопросы про это, потому что у вас время заканчивается? Тогда получается, если сам с собой роль не изменялся, то в принципе на самом-то деле действительно ничего не изменилось, просто ты на себя уже ты изменил свое отношение к этому и есть возможность посмотреть из себя более глубинного и проблема это в чем? нас критикует кто-то либо мы сами, это очень зажатое, замороженное некомфортное состояние, которое как правило вас разрушает. Как правило у людей нет инструментов для работы ни с внешней, ни тем более с внутренней критикой. И сильная критика может привести к проблеме со здоровьем. А если мы можем разделить где есть критика а где есть союзник и услышать каким образом роль критика может быть союзников и привнести это послание либо в реальную ситуацию внешней критики либо во внутреннюю, тогда это та дверка через которую мы получаем больше мудрости. Ну в чем тогда мудрость будет? Потому что бывают ситуации когда там мудрость такая например согласиться в тему дай ему захист если я мазохист то если я мазохист на самом деле что мне надо и балдеть от этого и не париться хороший вариант по теме если я мазохист что мне надо мне надо чтобы мне делали больно почему я хочу чтобы мне делали больно какая-то часть меня 어를 мазохист мазохист если почувствовать себя больше пойти в чувственное проживание в роли мазохиста мне нравиться чтобы мне делали больно почему мне нравиться чтобы мне делали больно что мне daard удовольствие я чувствую себя плохим либо я чувствую себя плохой, и мне приятно, что меня наказывают. Если я иду дальше в процесс, так, где я себя чувствую плохой, где я плохая, что я сделала не так, за что я чувствую свою вину, и проживая чувство вины, и отпуская эту составляющую, я могу прийти к глубинному исцелению, где мне когда-то не хватало любви, либо я была обижена и осталась этим. И это настолько конструкция наросла, что сейчас это приводит к тому, что я хочу подтверждение, что я плохая снова и снова. И я научилась получать от этого удовольствие. Осознавание и признание себе, что да, я мазохист, может быть, примерно то же самое, когда алкоголик говорит, что да, я алкоголик, мне нужна с этим помощь. Пока алкоголик не признается, что он зависимый, ему невозможно помочь. Если мазохист... Он может считать, что это плохо, потому что в социуме это плохо. Также, например, можно считать, что в социуме плохо вот так-то делать, а я так делаю. Соответственно, это же мне пришло из социума, а может быть, мне действительно комфортно в ситуации. Если вам комфортно, тогда в чем проблема? Он скажет, нет, это неправильно, короче, лечить тебя пора. Ну, например. Тогда это будет критика со стороны социума, верно? И тогда нужно найти хотя бы, чтобы конструктивно можно было с ней работать, найти хотя бы 1% правды, с чем можно согласиться. Либо можно, например, послать это все, да, с полной уверенностью, вот то, что вы говорите, либо найти в себе ресурсы, провернуть, да, послать все это, будь уверенным, что да, это ерунда, мне кайфово, и я буду носить трусы с шипами, да, грубо говоря. Вариантов, может быть, много, но если мы говорим про процессуальный подход, то когда возникает критика, ну, еще раз, да, что это в чем-то, вы однополярны, и стоит, а, найти хотя бы 1%, с чем мы можем согласиться, б, почувствовать себя критикующей фигурой и посмотреть на себя, да, с другой стороны. И вот тогда это действительно будет такой дверкой к самопознанию, к самопостижению, а не просто отмахивание от этого. Ну, можно же принять, что просто ты существуешь в другой, в других, вот вы говорите про роли, да, и те ролевые функции, которые мне предлагает социум, критикуй меня, он навязывает мне некую роль. Но в этой роли, если я пребываю, то я как бы мучаюсь от того, что социум говорит мне это плохо, нет, 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 но если я выбираю для себя другую роль, в которой это не заслуживает и не требует наказания, я принимаю, что это моя зона комфорта, или просто это та роль, которую я люблю, то автоматически критика для меня перестает существовать. Тогда это говорит об очень большой однополярности и закрытости, да. Я сказала, что мне в этой роли комфортно, и я в этом закрыт, и мне наплевать на социум, я его не хочу слышать. В этом случае критика будет возникать снова, снова, снова и снова, потому что здесь однополярная закрытая площадка. Но если я уже на неё не реагирую, да, она может возникать сколько угодно, биться как муха, обстегнутая. Значит, она будет возникать просто в других контекстах. В других, когда критика, да, отпускает руки. То есть, в конце концов, когда-то вот... Да, вот скорее, что отпускает руки, а не то, что она обязательно будет долбиться и в какой-то момент она прорвётся. Ну, вариантов же всё равно два. Например, да, вот берём алкоголика, да, который постоянно пьёт. Да, и его притикуют, притикуют, притикуют и притикуют. Ну, это объективно разрушительная роль, правильно? А если взять роль, которую просто не принимает социум, допустим, что ты тот же трикстер, и социум не принимает тебя, но тебе с этим комфортно, с этой ролью. Допустим. Её нельзя так однозначно назвать деструктивной или плохой и так далее. Что, по сути, сводило трикстер? Трикстер проявляет в людях, да, их какие-то теневые части. И он старается принести, да, это вытащить таким образом. И если ему это, на самом деле, комфортно, и он живёт в этом, это хорошо. Но, как правило, да, то, что я знаю про людей, которые живут как трикстеры, они через какое-то время очень начинают страдать от этого, потому что им самим больно. И можно дальше говорить, что весь социум, да, неправ, я буду продолжать это всё вытаскивать, да, а можно послушать. Вот в чём однополярность трикстера, да, что он застрял в своей роли. Если поменяться ролями и посмотреть на тех, кого он высмеивает, и почувствовать их, это как раз и будет тропинкой, да, к некой внутренней работе, к некой больше зрелости и целостности с миром, а не однополярности. Если мы хотим использовать критику как некий духовный путь, как то, что может привести к большей целостности и гармонии, тогда мы не опускаем руки, мы не закрываемся, а мы стараемся почувствовать другую позицию, её прожить, посмотреть на себя, да, из того человека, который тебя критикует, признать какой-то процент правды и привнести это в общение. Вот тогда, тогда сейчас всё ещё закончу, да, да, критика действительно будет тем, что вас развивает, а не травмирует. Ну, в таком случае мы приходим к тому, что критика и социум, который критикует человека, стоящего за рамками привычными, что человек, стоящий за рамками, должен эту критику принимать, видоизменяться, и таким образом мы стираем личность как явление, да, как что-то стоящее за, но, тем не менее, мы же знаем, что история знает, блин, тысячи примеров, когда человек, которого не принимают, это вокалист, у которого нестандартный голос, это актёра, у которого нестандартная внешность, это политика, у которого нестандартный подход, изначально его критикуют, 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 и в какой-то момент они перестают его критиковать и начинают идти за ним. Да, вот. Но это не значит, что он изменился, что он принял эту критику, встал на их позицию, изменился, он остался верен своей роли, он оспорил эту критику, и в какой-то момент они с ним согласились, пошли за ним а если вы не чувствуете что то в чем вас критикуют действительно к вам имеет отношения отстоять свою позицию безусловно очень важно и быть верным себе очень важно но в данном случае да если бы меня постоянно в чем-то критиковали постоянно да в одном в одном в одном в одном в одном все время я бы все-таки задумалась и послушалась может быть это все-таки я не права есть разные новые течения в искусстве есть разные способы жизни да есть разные стили жизни то о чем вы говорите конечно же имеет место но если все-таки постоянно в чем-то идет критика можно оставаться до своей позиции я просто предлагаю другой метод другой способ да можно оставаться можно в этом быть верным себе но попробуйте сделать другое попробуйте поменяться ролями и посмотреть из тех кто вас критикует может что-то вы увидите новое интересное а вот еще вопрос а тот кто критикует там обязательно забота будет все-таки как правило если прочувствовать знаете да еще какой-нибудь предмет там же и человеку через гибель если посмотреть на эту схему то тот кто вас критикует это проявление вашей собственной энергии и как правило если пройти на более глубинный уровень то на более глубинном уровне за этой критикой всегда будет забота но если говорить про процессуальный подход да то критик это некая дверка внутренней целостности поэтому если мы пойдем по этой техники то через критику мы можем попасть к себе более соединенных себе более глубины а в моей практике показывает что да что критика не возникает если лидер не становится однополярным что именно критика да это возможность услышать свою однополярность сейчас а извините пожалуйста да просто как бы можно по этой части тоже есть вопросы потому что вы так хоп вот так вот там все внимание если вопросы в этой части зала если нет я вернусь к вам у меня вопрос у меня просто из опыта так как я проходила семинар по этой теме я работала с этим то же самое я насколько я резко сначала относилась раньше критики насколько я старалась с этим работать у меня просто потрясающие были такие вот случаи что когда я себя проработаю и узнав себе правду приняв 1 процент всего и найду в себе что-то такое новое потрясающее до чего критик оказывается хотел достучаться критика внешняя в этом отношении прекращается то есть вот это не локальность это действительно это работа спасибо большое за это открытие она работает когда моя внешняя критика то есть привык к нужным результатам внешний критик внешние люди они меняются я ни в коем случае не говорю что это универсальный единственный работающий подход да при работе с критикой это некая такая тропинка да где вы критику можете использовать как некий ресурс большего познания и того чтобы вы пришли к большей целостности к большей соединенности это просто один из методов как энергию критика сделать своим союзником чтобы не поддерживать миф о том что когда вы слышите критику это всегда плохо вы плохие либо да вас делают плохим вам нужно защищаться и нужно за это обязательно бороться это один из методов которыми вы можете пользоваться можете не пользоваться да на ваше усмотрение лично мне это всегда очень помогает что если я слышу что меня где-то критикуют да постараться услышать вот этот один процент а может быть и больше правды да почувствовать себя критикующим тогда коммуникации взаимодействие всегда становится лучше и мне интереснее не отстаивать жестко чем-то там свою позицию да а позже сотрудничать и взаимодействовать с теми людьми которые есть группе вот для меня это более комфортно например да я прошу прощения просто я именно это идеологические вопросы не личностных взаимоотношений а когда человек является олицетворением людей поэтому наверное я вопрос некорректен в данной системе спасибо спасибо да пожалуйста как можно ли и каким вообще можно ли критиковать подростка и как это правильно сделать или вообще не надо и если он сам себя критикуют что рекомендуется особенно специального подхода что мы не даем рецептов мы не говорим как правильно я бы послушал бы вашу ситуацию да с каким-то подростком а поставила бы вас вот в роли у меня там мамы родителя а потом попросил вас почувствовать своим подростком на своим ребенком и посмотреть друг на друга из этих ролей и прочувствовать да что для вас как для мамы неприемлемо в подростке почему вы как подросток себя так проявляете по отношению к маме и когда была бы такая смена ролями вас возникло бы не интеллектуальное понимание как правильно либо что-то говорить ребенку а возникло бы чувственное проживание до того что есть внутренних процессов ребенке и больше соединяясь с чувствами с ребенком вы могли бы подобрать те слова чтобы в итоге ему помочь да они каким-то образом его травмировать все это чувственное отношение к ребенку да да вы будете снова и снова похожей ситуации по карта детская травмирующая у вас осталось пока вы из того детского состояния не смогли единственно верным способом да как-то произвел на 10 с мамой с папой с воспитательницей детском садике и оттуда до вас не пошла энергия на умение как-то взаимодействовать с тех чем вас критикуют если вам это стало интересно хотите попробовать каждый понедельник москве работает процессуальный клуб а там собираются студенты которые выходят на программу и и они между программы между семинарами приходят и друг с другом отрабатывают эти техники если вас это как-то зацепило да и попробовать на себе именно такую работу в ролях то вы можете прийти в процессуальный клуб сказать что вы после конференции да пожалуйста да поработайте с нашим либо внешним либо внутренним критиками я думаю что старейшины клуба которые там есть они вам не откажут да и будут рады с вами поделиться именно опытом не интеллектуального от чувственного до проживания где критик становится помощником и союзникам но если вас интересовала программа то есть мария на администратор она может рассказать про разные семинары работа с критикой входит в работу с лидерством где как правило люди стараются не скопировать лидерство других людей да а раскрыть свою собственную энергию лидерство потому что у нас абсолютно у всех она красивая и неповторимая как правило не то что люди думают вначале про свое лидерство именно проживание вашей собственной неповторимой энергии лидерства да и умение работать с критикой это вот один из модулей этой программы если вы становитесь лидером критика будет сто процентов это у как вы взаимодействуете с критиком да это зависит и ваше здоровье это какой вы лидер вот именно обучение слышать там слабые части до того пространства где вы лидируете давать им голос не подавлять критику поделать критику до тем что будет развивать пространство это является навыками глубины демократии по которой писал меня пишет продолжать писать миндейла это то что можно почитать вот если будет интересно есть брошюрки и там есть адрес сайта процессмайл точка ру там есть много разных книг спасибо володе который очень так добро выкладывает на эти книги в общий доступ последние книги можно купить а более ранее изданные их можно скачать с сайта и там как раз хочется тоже по работе с критикой про смену ролей и про глубину демократии если еще какие то вопросы буду рада на них ответить а если нет тогда официальное время у нас завершилось вам большое спасибо приятного продолжения конференции спасибо спасибо